здравствуйте дорогие мои с вами славчик человек без обременений который живет свое удовольствие есть такой блогер который алекс брежнев на которую я подписан он неплохой блогер интересно снимает прикольные видосы у него но все что касается например дальнобоя то что касается магазинов как он по ресторанам ходит кушать не это нравится смотреть но когда он начинает рассказывать о жизни в америке там реально он такой пургу несет что мне жаргать охота я сегодня смотрел его одно видео в этом видео он показывал о к по моему видео называется в каких дома живут американцы и он там снимал мобил home и он говорит вот американцы живут в этих домах а на самом деле он что показал он показал трейлер mobile home по-русски вагончик который состоит из двух половинок он по-английски называется double white и он показал именно этот вагончик и якобы он так это все преподнес как будто американцы именно все таки живу в таких вагончиках вот горит он сделан из фанеры состоит из двух половинок на две семьи что самое интересное на самом деле это не на две семьи она одну семью просто состоит из двух половинок почему чтобы его могли они перевести по трассе потому что если они такой повезут он просто на полосу не поместится везут его езду в половинок и потом соединяют подключают канализацию подключают электричество и люди потом живут грубо говоря это так называемое доступное жилье и не все американцы так живут просто те кто хочет например допустим купили землю денег у них на землю хватило или хватило денег на ипотеку чтобы платить за эту землю да а на дом у них денег не хватает они покупают только такой вагончик можно даже его купить был покупает этот вагончик им привозят на землю ставят его подключают собирают из двух половинок подключают и подключат канализацию воду и люди живут все а если например у тебя нет земли то они бывают берут в аренду земли заши такие парки которых допустим большой участок земли хозяина это хозяин этой земли разделяются на участки и сдает в аренду и люди разбивают там улицы все такое люди суда ставят свои вагончики и платят ему допустим там 150 там 200 250 долларов за аренду этой земли поэтому если бы у меня например за не менее денег если у меня стоял выбор жить в таком вагончике или снимать до снимать дорогущие да дорогую аренду жилья квартире там жить и или допустим квартире среди соседей где у тебя сверху и по бокам соседей я получил выбрал вот этот вагончик по крайней мере пусть это вагончик да но это отдельное жилье короче ребята приехал я к дилеру который продает вот эти вот mobile home и вагончики поэтому я хочу вам их показать как они выглядят вот я нахожусь на их территории поэтому сейчас я пройдусь покажу снаружи и как они выглядят внутри и дальше уже все увидите сами это называется double white то есть двойной широкий ну что ребята я зашел в этот как он обсирал найти вагончик вот это у них получается здесь зал ну естественно он уже обставленный плавно переходящий в кухню чем он хуже любой российской трешки вот я бы лучше предпочитал жить в этом вагончики вдвойном столовая дальше идет комната смотри какая огромная спальня ванна спальня комната туалет встроенный шифонер ух ты какой здоровый смотрите мечта любой женщины при какой огромный сюда заходишь елки-палки суда еще поворот далее это еще одна комната это считать уже вторая комната до пикает у него пожарная сигнализация батарейка села а кстати комната с это скорее всего что встроенный шифонер ну да встроенный шифонер еще одна комната дальше еще один санузел ну-ка свет вот смотрите и тоже такая небольшая гардеробная но это походу для обуви шляпки обувь вложить наверно я не знаю полотенце да ну хорошо пусть будет полотенце вот смотрите я встал отсюда да какой внутри объем снаружи вроде он не такой большой они такой здоровый я лучше здесь буду жить чем соседями которые те там по голове ходят и орут ага стиралка здесь стоит сушилка и стиралка место и тут получается запасной выход 2 здесь скорее всего ага water хитр здесь отопитель воды а вот тут наверняка отопитель для дома смотрите какая здесь здоровая комната вот заходишь сюда парить какая большая вот так так вот отдыхал я в россии все время ночевал на даче тут мама горит это хоть у меня переночевать вот я единственную ночь у нее переночевал в 5 утра она живет на втором этаже в 5 утра соседка сверху как начала орать я проснулся ты я тебя сейчас это мороженое в жопу засунул это как подскочил думаю что такое а у нее там двое маленьких детей она как ненормальная орет как бешеная потом давай ходить туда-сюда мама стала постучал им по батареи вроде угомонить потом давай ходить за то 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 тут короче по концовке я все-таки встал пошел к сестре ночевать и до спал у него у него немножко там потише вот он российские квартиры так сейчас пойдем посмотрим одиночным угол холм вот колеса его снизу как его везли да это который двойной все на блоке поставили крыльцо поставили его тебе дом да согласен он не кирпичный он обид садником ну извини меня ты же его если кирпичом обложишь он же развалится по дороге и во первых он какой тяжелый будет это невозможно просто вот разные размеры смотрите какие-то побольше какие-то поменьше вот этот побольше этот поменьше цена соответственно тоже тоже вот вам пожалуйста двойной сейчас мы пойдем найдем одинарный вот они вот два одинарных узенькие что ребята заходим в одиночный вагончик который не широкий посмотрим как он выглядит об заходишь тут тебе сразу кухня со столовой гостевая и кто скажет что здесь мало места место навалом и у него смотрите внимательно высота потолка стандартного не занижены ничего ровный у него потолок не скошенный есть конечно варианты подешевле где скошенные потолки треугольником но они стоят чуть подешевле вот смотрите здесь пол хороший только не пойму что это то ли линолин то ли чё непонятно я руками не трогал прачечная и выход на задний двор то есть для одежды или еще там для полотенец для стиральных порошков скорее всего сюда подключается сушилка и стиралка вот выход у него на стиральную машину здесь скорее всего отопитель я посмотрим да вот это отопитель для дома скорее всего он электрический дальше идем сюда комната спальня приличных размеров я вам скажу довольно таки большая спальня здесь встроенный шифонер очень приличного размера смотрите ванна с туалетом душевая кабина джакузи чем здесь плохо жить чем здесь хуже чем какой-то там в российской например пятиэтажки да вот чем здесь хуже или даже давайте скажем пусть американская какая-то квартира будете снимать в аренду пойдете снимите в аренду будете платить хозяин и обогащать хозяина когда вы можете себе даже вот купить вот такой вагончик я не говорю что это правильный выбор но пожалуйста у вас есть выбор просто к так как это преподнес алекс брежнев потом выруют яму будут туда гадить что за ерунда я не хочу говорить жить в этой будки или как он там его назвал я уже не помню чем здесь плохо смотрите комната да она небольшая но она нормальная и кровать сюда поместится и все и наверняка вот это встроенный шифонер да смотрите повесил сюда свои вещи как бюджетное жилье переехал ты куда-то во флориду поставил его и живешь не понравилось снова его снял заплатил деньги его перевезли назад какой другой штат или назад откуда приехал еще один санузел апс еще один санузел ванна туалет раковина все как положено и комната еще одна то есть у нас здесь получается а тоже кстати смотри какая комната здоровья наверняка здесь еще есть до встроенный шифонер чик здесь получается этот трехкомнатный трехкомнатный один одиночный вагончик бывает они еще с камином на что-то с камином пока не попался так что ладно выходим отсюда может быть еще с камином найду пока все вот который только что я снимал вот тот как выглядит снаружи то есть у него крыльцо козырька у него ничего нет внутри вот он такой шикарный красивый и понимаете много иммигрантов которые приезжали именно начинали жизнь таких вагончиков потом работали зарабатывали себе деньги строили дома продавали эти вагончики и жили в прекрасных домах поэтому вопрос вашего кошелька ну вот ребята вот такая маленькая экскурсия по вагончикам у каждого свой выбор деньги есть строй себе дом или покупай себе дом дело в деньгах сколько у вас денег удачи